Итак, я снова с вами. Поставьте плюсики, как меня слышно, видно. До обратной связи. Кто-то у нас уже рвется в бой. Написано фамилия, только имя не знаю. Обычно в комнату, когда заходите, пишите и имя, и фамилию. Хорошо? Так. Ну что, ребят, рада вас всех приветствовать. Надеюсь, еще у нас кто-то подойдет. Приглашайте всех. Тема очень интересная и нужная. Как пригласить знакомых и незнакомых людей в бизнес. То есть, как зарегистрировать от одного человека в день. Разберем с вами некоторые темы. Смотрите, первое. Откуда брать людей? Везде есть люди. Везде. Это наши знакомые. Социальные сети. Брендирование себя дает хороший поток. Когда мы берем рекомендации. У кого-то спрашиваем. Ты знаешь кого-то, кто интересуется дополнительным доходом. Далее. Объявление о средствах массовой информации. То есть, мы можем брать это отовсюду. Создавать себе такие потоки людей, которые будут отсюда заходить. Отсюда. Вы знаете, как море получилось? Огромное море. В него выливаются тысячи-тысячи речушек, рек, которые начинаются с маленьких источников. Собираются отовсюду по капельке, ручеечке. В результате получаются огромные моря, которые восхищают людей. Просто вау. Так вот, ребят, вы тоже можете создать свое море. Море активных партнеров. Свой огромный коллектив, с которым вы будете идти к успеху. С которым вы будете путешествовать, ездить на такие шикарные банкеты. Которые я вам сейчас специально ролик поставила, такой вдохновляющий. Вы тоже можете там быть. Уже через год, даже меньше, да, уже следующим летом. Компания Арифлейм будет праздновать свой юбилей. 50 лет. Представьте, 50 лет компании. Вы только задумайтесь. Мне, дни от 50, я намного моложе компании. Я думаю, здесь в комнате, может быть, есть, да, люди, которые ровесники компании. Может быть, старше, а может быть, младше. Ребят, сколько вам лет? Напишите, девочки, девочки, мальчики. Мне вот 42 года, а компании 50. То есть, меня еще в проекте не было. А компания уже росла, развивалась, уже показывала результат. Леночка, 44. Далее, 26 у Катарины. Катарин, я думала, тебе меньше. Оля, 27. Представьте, в два раза старше многих из вас компания. И вы можете поехать на ее юбилей. Вы видели сейчас банкет, обычный банкет, да, ролик на такую вот, нарезку. Вы можете себе представить, что сделает компания, как она организует праздник в честь своего юбилея, 50-летия. Она такое сделает, чтобы прогреметь на весь мир. Чтобы весь мир, просто каждая семья, каждый ребенок знал, что у компании «Арифлейм» в этом году день рождения 50 лет. И поверьте мне, чтобы стать участником вот этих вот необыкновенных мероприятий, как банкет директоров, конференция в Болгарии, поездка на лайнере, оно стоит того, чтобы работать каждый день, не покладая рук. Согласны? Итак, давайте поподробнее. Вот вы только, да, новички. Многие из вас только-только пришли. Какие ваши первые действия? Вам нужно зарегистрироваться во всех соцсетях. Я не знаю пока, какой вы соцсети будете работать, но зарегистрироваться нужно везде, чтобы вы были абсолютно во всех, ну, по крайней мере, самых крупных соцсетях. Это Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук, Мой мир, Твиттер и так далее. Кто-то мне скажет сейчас, я не знаю, что такое Фейсбук, я там ничего не умею, ничего страшного. Создайте страничку, загрузите фотографию, напишите какой-то пост о себе, да, несколько фотографий, просто чтобы вы там были. Для чего это нужно? Когда вы начнете, да, вот расти по карьерной лестнице, вникать в бизнес, уже будете разбираться во всем, и вы поймете, что вам нужно, например, у вас есть знакомые, которые сидят только в Одноклассниках, а вы их терпеть не можете. Их не надо любить, вы знаете, их не надо любить или не любить, вам не надо с ними там замуж выходить, да, и так далее. Просто чтобы вы там были, для того, чтобы тот, да, вот тот кусок людей, которые сидят только в Одноклассниках, чтобы они о вас знали, чтобы они следили за вашей жизнью. Понятно? Чтобы в какой-то момент они вам написали, что привет, да, я смотрю, ты чем-то интересным занимаешься, я хочу узнать поподробнее, что это такое. Понятно, для чего нужно везде быть зарегистрированным. Я, например, в Одноклассниках не работаю, в Фейсбуке я тоже не работаю, и в моем мире и подавно, и в Твиттере тоже, да, я работаю в ВКонтакте, и в Инстаграме, и со списком знакомых. Ребят, но я есть везде, и мне буквально вот несколько регистраций за последние дни пришли именно с Одноклассников. Я там не работаю, я просто выкладываю статусы новые, загружаю туда несколько новых фотографий с каждой фотосессии. Ну, а что-то сфотографировали, я в ВКонтакте гружу, в Фейсбуке и в Одноклассниках, то есть везде. Понятно? Поставьте плюсики, кто понял, для чего нужно быть во всех соцсетях. Потому что, да, кто-то сидит только в Фейсбуке, кто-то везде сидит, да, есть такие знакомые у нас активные, которые везде зарегистрированы, везде успевают. Кто-то нигде не зарегистрированы, да, кто-то, говорит, меня это напрягает, я вообще отовсюду удалилась. Понятно, молодцы. Как зарегистрироваться и что делать в каждой соцсети. Ребята, например, вы не знаете, что такое Фейсбук, как там загрузить фотку. Открываете Ютуб. Канал Ютуб, я думаю, знают все. И в поисковую строчку вписываете, как зарегистрироваться в Фейсбуке. И вам выходят ролики. Вы можете прям первое или второе посмотреть и по нему пройти регистрацию. Или вас заинтересует, например, как находить людей в Одноклассниках. Вы вводите в поисковой строке рекрутинг в Одноклассниках и смотрите несколько видео. Ребята, не просто одно посмотрели, а я примерно поняла. Потому что один человек работает, например, группами, другой рассылками, третий лайками. И вы поймете, что в Одноклассниках можно с одной странички успевать понемножку делать всего. И при этом не вызывать подозрения модераторов. Помните, что в социальных сетях мы с вами кто? Гости. Мы пришли на их площадки. То есть люди, которые создали Одноклассники, Контакт, Фейсбук и так далее. Они с какой целью это сделали, как вы думаете? Ну, 100% не для того, чтобы мы с вами пришли и бесплатно начали здесь строить свой бизнес. Понятно? Поэтому помните, что мы здесь гости. И вести себя нужно по правилам каждой социальной сети. Это принято, поставьте пятерочки. Если вопросы есть, сразу пишите. Мне недавно кто-то сказал, как-то вы все делаете там, нельзя ничего лишнего, как-то тайком, как-то это. Я говорю, правильно, можно все делать открыто. Ну, связывайся с модераторами, да, с администрацией Контакта. Плати им деньги, размещая рекламу. Ты хочешь платный бизнес построить или вообще без капитала вложений? Она говорит, без капитала вложений, все, поняла, я пошла регистрироваться. То есть, да, ребят, хотите бесплатно построить без вложений в огромную сеть, используя интернет? Да, будьте просто бдительны, потому что бывают блокировки, баны и так далее. Следующий ваш шаг. Установите на телефон вот эти все понятные программки или непонятные. Вайбер, WhatsApp, Telegram, Instagram, Skype. Поставила знак вопроса, потому что, например, мой телефон Skype не хочет тянуть. Не потому что он у меня там плохой какой-то, да, у меня Samsung, нормальный телефон, мини, Galaxy, там все дела. Но у меня настолько в Skype огромное количество чатов, друзей, там более тысячи человек, что когда я его включаю на телефоне, он просто, да, у меня телефон тормозит на полдня, пока он все подгрузит, все это воспроизведет. Просто мне это неинтересно. Поэтому я Skype с телефона удалила. И мы сейчас очень активно работаем именно с чатами, в Telegram. То есть мы не так давно переехали в Telegram, и туда вот у нас каждый день народ подтягивается, подтягивается, там интересно, там живо, динамично, очень круто. Тут все понятно. Для чего нужно везде быть зарегистрированным? Потому что один человек, например, с кем-то вы будете общаться, у него есть только Viber, у другого только WhatsApp, у третьего только Telegram, там, да, у этого только Instagram. То есть чтобы вы могли общаться с разными людьми, да, там, где им удобно. Чтобы вы были гибкими, чтобы не люди под вас подстраивались. Например, я раньше слышала, иногда выступают люди, рассказывают, как они работают, да, делятся опытом. И вот они говорят, мы говорим там кандидату, что собеседование проходит только по скайпу. Кандидат говорит, у меня скайпа нет, устанавливайте. Он говорит, я не знаю, не умею, боюсь, и вообще там разные могут быть причины, почему люди не хотят идти в скайп. Элементарно просто. Стесняются разговаривать по скайпу. Может такое быть? Может, запросто. Поэтому, чтобы человеку, да, мы могли дать альтернативу, мы ему предлагаем. Вам как удобнее созвониться в скайпе, в вайбере или в WhatsApp? Он говорит, у меня есть вайбер. Окей, как с вами связаться в вайбере? Скидывайте номер. Мы с человеком связываемся в вайбере. Катя, я сама раньше стеснялась, поэтому я с этим вообще не согласна, что человеку нигде не, да, вот если нет скайпа, то всё, он отфильтровался, значит, это не наш человек. Наш. Да, он потом разойдётся, он вникнет, вольётся в коллектив, и скайп установит, и всё сделает. Ну, потихонечку. Правда, ребят? Вот вначале всё равно стесняешься как-то. А что за люди? А как они на меня посмотрят? А вдруг будут вопросы какие-то задавать, а я буду глупо выглядеть. Правильно? Они ещё при этом будут видеть моё лицо. То есть, есть люди у нас в команде, которые сначала сказали, что скайпа нет, а когда мы вот так пообщались, они к нам привыкли, она говорит, да есть у меня скайп, я просто сначала тебя стеснялась. А потом дали скайп, всё нормально, мы дружим, общаемся и ведём совместный бизнес. Далее, что вам нужно сделать? Смотрите, как мы оформляем аккаунты? Помните, что в каждой социальной сети модерация идёт 5 дней. Вот эти 5 дней, запомните, это как, знаете, для вас должно быть 5 дней, 5 дней, ничего нельзя, 5 дней девственности, ничего, ни слова о работе вообще. То есть, вы белые, пушистые, вы ни в каком бизнесе нигде не пишете, ссылки о Reflame ни в коем случае нигде не вставляете. Договорились? Поставьте пятёрочки, вы должны меня услышать. 5 дней тишины, ни слова про бизнес, запрет на это слово. Поставьте пятёрочки, кто услышал. Потому что вижу, новички пришли, в этот же день создают страничку и тут же пишут. Работа в интернете, набираю команду. Ребята, ни в коем случае, если вы хотите, чтобы ваши странички быстро удалили, пишите. Ну, извините. Например, чтобы создать одну страничку в Одноклассниках или ВКонтакте, нужна целая симка, нужен номер, на который ни разу не регистрировали ещё Контакт или Одноклассники. Если один раз на него регистрировали, потом заблокировали, то повторно номер использовать нельзя. Так зачем рисковать номерами? Молодцы, приятно с вами прям общаться, хорошая обратная связь идёт. Что нужно сделать на страничке первые 5 дней? Каждый день подгружайте по 2 фотографии. Не надо вот сразу 20 штук туда бахнуть или 50, всех подряд. Во-первых, отсортируйте у себя фотоальбомы. Создайте альбом и подпишите его фотографии для аккаунтов или фото для работы. Как вам удобно. Вы называете папку, чтобы она была для вас понятна. Туда вы собираете все самые классные фотографии. Какие? Вот смотрите, когда человек зашёл на вашу страничку, он видит, что у вас пока нет друзей, да, и там 2, 3, 5 фотографий, то что должна вызывать ваша страничка? То есть человек должен сразу увидеть, что вы человек, не просто скачанная фотка с интернета, а это вы, любящая мама, жена или жена, или и жена, любящая дочь или сын, развивающаяся личность, да, вы занимаетесь спортом, танцами, читаете книги, изучаете английский, поёте, вышиваете, то есть у вас есть хобби. То есть человек должен увидеть, что вы человек в первую очередь. Понятно? Какой у нас запрет? Мы политику, религию не обсуждаем, ничего не пишем вообще. Напишите прямо себе в тетрадке крупными буквами. Это запрещено. Если вы ходите по лентам у кого-то других людей и видите, что это связано с политикой, с религией, вы не лайкаете, ребят. Вы не лайкаете, потому что, может быть, сюда у вас в команде человек из этой религии, или которые против этой религии, вы не должны себя позиционировать никак, да, вот как на сайтах знакомств напиши какой-то хороший. Нет, покажи какой-то, покажи свои лучшие стороны, сильные. Почему человек должен добавиться к вам в друзья? Почему он должен остаться на вашей страничке? Ваша страничка должна вызвать эмоцию, что вы движущийся человек, да, поройтесь у себя в своих хобби-увлечениях. Я вот с кем-то недавно разговаривала, говорю, какие у тебя хобби? С новичком мы прям прорабатывали, да, вот с чего начать, какие мы будем использовать сильные стороны. Она говорит, у меня ничего нет, вообще ничего, я ничем не занимаюсь вообще. Я говорю, да что ты, ну-ка давай думать. Она, ну нет, правда. Я говорю, подожди, а ты любишь свою дочку? Она, обожаю. Я говорю, а разве это не сильная сторона твоей жизни, что ты мама, что ты в 40 лет родила второго ребёнка, и ты, да, занимаешься сейчас воспитанием дочки, развитием её? Она говорит, да. Я говорю, а может быть ещё что-то вспомнишь? Ты любишь кормить свою семью? Кто вам готовит она? Я обожаю готовить, обожаю. Я говорю, так вот твоя сильная сторона. Ты можешь, да, выкладывать рецепты, фотографировать еду. Например, ты сейчас, вот, приготовила какой-то там, я не знаю, ну творожники. И аппетитно, красиво, разложи их на красивой тарелочке. Да, поставь там рядом детскую игрушечку, или поставь перед ребёнком и сделай фотку. Да, посади своих детей, там, сына, дочку, сделай фотку. Выложи. Сегодня у нас завтрак, там, с сырниками. И рецепт. Самый вкусный рецепт сырников мои детки обожают. Вот здесь. Всё, люди зайдут. Вы дали ценность человеку. Да, вы дали ценность, то, что человек получает, да, рецепт, рекомендацию. Ага, Катюшка Молодчина. Я тебе уже сто раз говорила, командный бренд надо развивать. Командный. Далее, что вы делаете? Вы заходите ко мне на страничку, к менеджеру, к своему, к нашим директорам. И добавляетесь в друзья. Например, вы ко мне зашли, нажали добавиться в друзья, отправить сообщение и пишите мне. Здравствуйте, я новичок, мой спонсор, например, Палдина Татьяна. Понятно? Здравствуйте, я ваш новичок, мой спонсор Ирина Конькова. Понятно, как это нужно сделать? Чтобы вы не просто добавились, а я не знаю, кто вы, откуда вообще. Я вас принимаю, пишу вам что-то, да, позитивное, и вы можете с моей странички открыть моих друзей. Это хоть в Одноклассниках, хоть в Фейсбуке, неважно, где вот вы планируете раскрутить страничку. Потому что, чтобы люди чужие, чужие со стороны, которых вы хотите видеть потом в своей команде, пошли на вашу страничку. Вот смотрите, они открывают её, а она пустая, и они не пойдут. А вот когда они зашли, они должны видеть, что у вас хотя бы там 30, 40, 50 друзей уже есть. Не пустая страничка. 10, там, 15 фотографий. В ленте 5, 10 записей. То есть за 5 дней работы вот этой вот, когда вы страничку готовите к запуску, у вас должна сформироваться лента 30, 40, 50 где-то друзей. Из наших же вы соберёте, ребят. Вы в чат скидываете ссылку, пишите, добавьтесь, друзья. Мы добавляемся. Вы моих друзей пробегаете, добавляетесь, друзья. Ребят, обычно, когда люди видят, что есть общие, знакомые, хотя бы один человек, да, один есть, они принимают дружбу более охотно. Ну, иногда они ставят оставить в подписчиках, но обычно дружбу принимают. Согласны? Поставьте плюсики, что вы сейчас поняли, о чём я с вами говорю. Ребят, это очень важно. Ставим плюсики. Друзья, друзья, добавляйте, раскручивайте свою страничку. Отлично, отлично. Смотрю, многие слушают, это очень хорошо. Тут всё просто, но многие люди, например, просто не дослушают до конца семинар. Чуть-чуть послушали, а самое главное, где-то пошло после середины. И в результате делают ошибки. Вот как нельзя делать? Не надо выкладывать фотографии, абы какие. Ребят, я ещё раз повторяю, отберите фотки, пусть их будет десяток ваших фоток. Вот теперь у вас будет задача постоянно, да, телефон, фотоаппарат держать на готове, чтобы фотографировать интересные моменты своей жизни. Вот так вот делать не надо, то есть каком-то, да, издалека, там, не видно лица, то есть аватарка, это, ребят, ну, да, я вас, я вас встречаю. Вот как будто вы друзей позвали на день рождения. Представьте, да, вы позвали друзей к себе домой на день рождения или в кафе. Они заходят, а вы в спортивном костюме или в каком-то домашнем халате. И откуда-то издалека и машете, привет, ребят, ну, там, где-нибудь киньте свои вещи, заходите. Вы на аватарке должны человека встречать. Понимаете, вот это не Алла Пугачёва, да, это сама девушка Марина, но Марина, вот я бы ей рекомендовала поставить, если уж на аватарку, да, вот эту фотографию, вот где у неё где-то вдалеке, там, где она невеста с букетом, улыбается, счастливая, сияющая. Вот это было бы актуально вот сюда поставить, правильно? А это, где лица не видно, глаза опущены, вообще непонятно, ждёт она нас или нет, рада, не рада, как бы, да, неинтересно. Согласны? Поставьте пятёрочки, кто понимает, да, вот что, вот такие фотографии не приветствуются. Фотографии с детками – супер, там, что-то из своей жизни – супер, но на аватарке должно быть всё хорошо. Вот так, крупным планом, вот это, обожаю вот эту вот Олесину фотографию, Олесин наш активный партнёр, вот, улыбается, любит ребёнка, да, какая эмоция? Тёплая, да? Сразу, ой, какая девушка, какая мамочка, какие они милые. Хочется дальше смотреть? Хочется? Хочется, однозначно, согласитесь? Уйти с такой странички не уйдёшь. В спам такую девочку не отправишь, правильно? В друзья добавишься, просто чтобы вот, да, увидеть иногда в ленте что-то из её жизни и порадоваться просто потому, что эмоцию вызвала, классную. Молодцы. Вот, ставим вот здесь наверху статусы, ребят, какие-нибудь, не надо писать про работу, да, пишите что-то там, вот, например, действительно создаётся вашими мыслями, там, что-то какой-то коротенький, читабельный, такой динамичный сленг, да, вы можете найти это в интернете, бизнес-цитатник или цитаты, там, позитивных людей и так далее. После того, как прошли пять дней, что мы делаем? Мы продолжаем добавлять самые лучшие фотки, создаём дневник успеха. Давайте посмотрим, что такое дневник успеха. То есть вы берёте фотографии, можно их из интернета взять, да, можно прям вбить. Фото, там, банкет директоров Арифлейм, фото, картинки. Выбрать несколько, вот, например, вот эта картинка, она именно вот из Гугла просто. Просто ввела, там, люди с чеками Арифлейм, вышла вот эта картинка. Вы можете вот такие делать картинки, мотивационные, там, высокооплачиваемая работа, там, все вопросы в личку. А может быть, вы видели, мы делаем такие картинки, где ставим свою фотографию, там, тексты набираем сотрудников, кому интересно, ставим в комментариях три пятёрочки или, там, плюсики. Видели? Вот это дневник успеха. Это то, что вы создаёте у себя, там, в каждой социальной сети отдельный альбом. Именно альбом. Вы можете зайти к своему директору или менеджеру, у него порыться в фотографиях, скачать себе всё в альбомчик. Например, вот эта фотография, да, с интернета тоже классная, где на сцене стоят люди с разными доходами, с разными уровнями зарплат. Супер! Люди смотрят, что, да, разные люди, там, девушки, женщины, иностранцы, все могут зарабатывать в этой компании разного возраста. В жизни возникает интерес, откуда такие чеки, за что платят. Поняли, да? Тут всё очень просто. Далее. Есть огромная ошибка, огромная. Многие делают репост. Например, зашли к директору ко мне на страничку, увидели какой-то интересный, там, статус, да, в ленте, какая-то заметка, классная фотография, и делают репост. Или из группы, или от кого-то, от другого, там, лидера Арифлея. Ребят, нельзя. Что такое репосты? Может быть, не все знают. То есть, ой, у меня немножко съехала картинка. То есть, вот этот вот такой громкоговоритель, если на него нажать, то к вам в ленту улетает вот эта запись, которая вам понравилась. И когда человек зайдёт на вашу страничку, увидит, да, что у вас какая-то интересная заметочка, он не останется у вас. Он посмотрит, от кого вы это сделали, что это за человек интересный написал эту статью. И он нажмёт на источник сверху и попадёт ко мне на страничку, или к лидеру, к другому, или в эту группу. И от вас человек уйдёт навсегда, он к вам не вернётся. Оля, вот хорошо, что ты не знала, не знала и не делала. Потому что многие сразу начинают репостить, репостить. О, круто, у меня там лента такая красивая. Круто-круто, но люди от вас уйдут. Да, громкоговоритель – это репост. Вообще, в интернете лучше всего учиться методом тыка научного, да, в кавычках. То есть, тыкаешься, тыкаешься и узнаёшь всё, все подробности. Девочки, поставьте плюсики, кто понял, почему нельзя репостить другие записи с других лидеров, или с группы, или там ещё откуда-то. Почему нельзя, скажите. Поняли все плюсики поставьте. Есть вопросы, пишите вопросы. Теряешь, теряешь, да, людей, они уходят и забывают, откуда они это взяли. В интернете же всё очень-очень быстро, динамично, поэтому тут нужно знать эти нюансы. Так, прошло пять дней, ура! Начинаем делать. Вот, например, у нас есть лимиты. Ну, давайте вот по контакту. Вконтакте можно каждый день добавлять не более 50 друзей. Вконтакте можно каждый день писать 20 сообщений не друзьям, то есть, ну, тем, кто у вас не в друзьях. То есть, знаете, и так далее, и так далее. Вот смотрите, прошло пять дней, что у нас делают в основном все. Вау, ура, пять дней прошло, модерация закончилась. Загружают фотки, ставят там статус, что набираю команду, ту-ту-ту-ту, ставьте плюсики, и начинают херачить. По-другому не скажу. Сразу 50 человек, 50 человек. Что в результате, ребят? Что в результате, как вы думаете? Блокировка странички? Или совсем удаляют? Ребята, не торопитесь сразу на наваливать. Не важно, где это, в Инстаграме или в Одноклассниках, ВКонтакте. Ребят, помните, что страничка молоденькая. Ее надо потихонечку, потихонечку раскручивать. Максимум 50%. У меня даже старенькие странички. Я в день 20 друзей добавила. Хватит. Лучше пусть будет больше страниц. Больше. Я как раз в кадр помещаюсь. Но с каждой делать по чуть-чуть, чтобы не привлекать внимание. Потому что еще очень важно. Если вы работаете в соцсетях, то работайте с браузера Mozilla. Запишите себе. Установите браузер Mozilla. Там есть вкладки инкогнито. Можно сразу их открыть. Несколько штучек. Загрузить свои странички. Как я делаю? Я делаю с двух вкладок. Загрузила два контакта. Сделала рассылку с одного. Добавила 20 человек. Друзей друзей тоже добавляю. Оставила ее. Иду на вторую. Добавляю 20 друзей друзей. Возвращаюсь на первую. Она уже отдохнула. Там интервал, что я не сразу это делаю. Я с нее, например, поздравляю 20 человек с днем рождения. Не знакомых. Просто привлекаю внимание. У нас есть тренинг отдельный по рекрутингу ВКонтакте. Можете посмотреть, что там делать. Ушла. Пришла на эту. Поздравила 20 человек. Я могу, в принципе, выйти. Выйти, закрыть эти аккаунты. И с сиси-клинером почистить историю. Чтобы модераторы, да, вот это их программки. У них очень много программок разных, которые засмотрят. Смотрят, что мы там делаем. Чем он хорош. На Мозиле очень хороший стоит, как, знаете, защита, что модераторы их программки там не всегда нас достают. Все равно для страховки я чищу новую вкладку инкогнито просто открываете. Вы не умеете вкладками инкогнито пользоваться. Научитесь. Научитесь. Задайте вопрос, когда будете созваниваться с менеджером, своим наставником, как открыть вкладку инкогнито. Или в ютубе вводите, у меня там есть ролик, как открыть вкладку инкогнито в браузере. То есть, чтобы, да, вот, например, вы один браузер открыли, в нем только один контакт можно открыть. Вы открыли инкогнито. Еще. Далее, что я вам еще хотела сказать. Я почистила историю. Я или иду на другие странички, то же самое делаю, две открываю, добавляю друзей, поздравляю с днем рождения. Или я могу опять эти же открыть и добавить рекламу в группах. Тоже есть ролики, как добавлять рекламу в группах. И все, почистила историю, ушла, открываю другие странички. То есть, будьте аккуратненькими, почаще чистите историю, чтобы вас не находили. Потому что у меня было такое, что удалили сразу 8 страничек раскрученных. Было очень обидно. И написали мне, что типа я с них раскручиваю основную. Я сейчас вам покажу фишку одну, которую нельзя забывать. Точно. Шифруемся. Далее. Каждый день в ленту вы добавляете 2-3 поста в разное время. Запишите себе, что нужно добавлять. Первое. 30-35% вы уделяете себе. Оба мне. Фотки со мной. Где я, чем я занимаюсь. Вы себе. Там, в лесочке сфоткались с грибочком, с ребеночком. 30% мои хобби, увлечения. То есть, здесь как раз ваша вышивка, спорт, ваша готовка, что-то, да, вязание, придение и так далее. То есть, хобби, увлечения тоже занимают 30%. И остальные 30-35% занимают бизнес. То есть, здесь вы выкладываете фото с командой. Вот, например, мы вот встретились в Саратове, мы выложили новые фотографии, где мы там на сцене, где мы там в кафе сидим. Вы их себе взяли и сегодня, например, выложили, что вот наша дружная команда, мы все на сцене, вау, вау, какие мы крутые, давайте к нам. Учитесь у линдеров, да, посты. Смотрите, что они пишут. Учитесь, да, пишите, тоже интересно. Вы можете их копировать, чуть-чуть менять. Обязательно. Ребят, тут нельзя просто взять скопировать пост, себе на страничку вставить, сказать, вау, я крутышка. Вот смотрите, скопировали текст, вот выделили его, да, вот, например, вот здесь, ой, выделили текст, хотела прям показать, забылась. Вот этот текст выделили, он становится таким выделенным. Скопировали, идете к себе в ленту, вставляете и переходите на английский регистр и меняете несколько букв. Например, букву, там, А поменяли в трех местах, О, П на Р, вот это вот поменяли. То есть вы переходите на английский регистр, меняете несколько букв, и это уже другой пост, это совершенно другой текст. Буквально две-три буквки, там, в разных местах. Потому что есть тоже программка, как у этих сыщиков, да, которые нас ищут, которые вычисляют, что, например, это один и тот же источник. И если заблокируют страничку первоисточника, то автоматом всех, кто вот накопировал, всех блокируют. И вы иногда даже думаете, а за что меня удалили, я же ничего не делала. А просто текст, забаненный текст ушел в спам, и как только его кто-то ставит себе, он моментально уходит в спам. Понятно? Честно скажите, понятно или нет, а то, может быть, разжевать нужно еще поподробнее. То же самое сейчас покажу с фотографиями. Если тут все понятно, ставьте плюсики или минусы. Далее, смотрите, вот вы создаете папку. Вот, называете ее, например, «Золотая осень». Я сделала фотосессию, выбрала туда, там, 15 штук классных самых фотографий, загрузила «Золотая осень». Захожу на первый аккаунт, на первый, и загружаю эту папочку, делаю фотоальбом. Загрузила, захожу сюда и переименовываю, ставлю «Золотая осень 1». Открываю второй аккаунт, следующий, загружаю туда те же самые фотки, но из папки «Золотая осень 1». Это та же самая папка, только переименованная. И то есть, получается, что это совсем другое, да, для этих сыщиков программок, это будет уже другая папка, другой источник. Понятно? Загружаю следующую страничку и переименовываю «Золотая осень 2». Видите, я уже пять раз делала загрузку, то есть, шесть даже, потому что первая была «Золотая осень», потом один, два. Пять раз я уже из этой, шесть раз из этой папки загружала на страничке фотографии. Понятно? Вот у меня так удалили странички все, потому что я прям очень активно из одного источника в один день шпарилась, сидела вот везде на все странички одни и те же фотки из одного источника. И меня заблокировали, прикиньте, и ничего не смогла сделать. То есть, у меня все странички ушли в бытие, да, в небытие, не знаю куда. Пришлось создавать новое, это время на раскрутку, на ожидание, опять набирать друзей. Опять, да, вот эта работа, ну, не скажу, что колоссальная, но это монотонная работа. Гораздо проще уже просто дополнять странички, да, интересностями, раскручивать их, потихонечку с них работать. Поток создается вообще феноменальный, просто феноменальный. Так, здесь вопросов нет, надеюсь. Понятно, разжевала. Далее. Как мы налаживаем поток людей? Ребят, вам нужно выполнять норму по рассылкам. То есть, когда странички уже раскручены, или вам их нужно больше создавать, чтобы было эффективно. То есть, смотрите, в каждой соцсети есть норма. Например, чтобы получить одну регистрацию с Инстаграма, нужно сделать 5000 подписок. Для этого нужно, ну, где-то 7-8 аккаунтов. Потому что максимально в день 1000 подписок, чтобы я не довожу никогда до максимума, да, все равно я останавливаюсь. Там каждый час система дает подписаться примерно на 200 человек. Я не довожу до этого. Я делаю 100-130, ухожу. Ну, не сразу, да, мы висим на страничке минут 5-10, потом мы с нее переходим на другую. Потому что если вы сразу переключитесь на другую и начнете делать те же самые действия, опять же будет бан. Опять же может быть удаление. У нас выступала Яна Бельская, она активно работает в Инстаграме. У нее просто за один день удалили 80 аккаунтов в Инстаграм. Представляете, 80 раскрученных классных аккаунтов. Да, вот у меня 8 страничек удалили. У кого-то бывает все одноклассники. Вот чтобы не было блокировок, еще раз, не жадничайте. Сделайте лучше больше страничек, но с них поменьше действий. Работайте, да, вот по шаблону. То есть не придумывайте, не сидите, не печатайте тексты. Взяли шаблончик, вставили, подредактировали, немножко там буквы поменяли, отправили. Всегда добавляйте имена. Всегда. То есть ваше вот это вот обращение, оно должно быть к человеку. Не как будто вы роботом. Здрасте, тры-ты-ты-ты-ты. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Екатерина. По имени. Здравствуйте, Ольга, Ксения, Елена. Понятно? Имя – это самое любимое слово человека, его имя. Далее. Не отвлекайтесь на переписку, споры и убеждения. Ребят, у нас есть конкретные шаблоны дожималок, конкретные. Максимум мы используем, вот когда мы с человеком начинаем общаться, два-три шаблончика. Если у вас человек удалил из друзей, то есть он вышел, вы ему больше не пишете, потому что он вас сразу в бан отправит. То есть смотрите, если в друзьях, еще даже малочку с картиночкой. То есть вам нужно будет научиться общаться с людьми посредством переписки. То есть у нас есть шаблоны, но ими тоже нужно почитать их внимательно, чтобы понять, какой из текстов, в какой момент будет актуален. Чтобы не было такого, что у тебя когда день рождения? Ой, а у нас сегодня снег. Да нет, я тебя спрашиваю, когда у тебя день рождения? Ой, ты знаешь, у меня ребенок двойку принес из школы. То есть вы должны конкретно, чтобы текст соответствовал задачи, которые несет смысловая нагрузка вашей переписки. Далее, что нужно делать? Ввести статистику. Это обязательно. То есть берете прям часы, ставите себе, например, села работать в 10.30, или там в 11, уже 11.20. Села работать в 11.20, прям села. Больше ничего не делаемся, не отвлекаемся, никаких роликов. Лайкать фотки там только, да, если это задача стоит лайкать. И считаете, сидите и считаете, сколько вы потратили времени, чтобы добавить 20 друзей. Закончилось 20, засекаете, например, 10, 25. То есть мне нужно 5 минут, чтобы добавить 20 друзей. Записали статистику. Садитесь поздравлять с днём рождения. Засекаете время, сколько вам нужно, чтобы 20 человек открыть, выбрать их, найти, что кому-то нельзя отправить, кому-то можно, кому-то вы только лайкнули. Вы считаете, сколько вам примерно нужно времени, чтобы с одной странички 20 человек поздравить с днём рождения. Для чего это нужно? Вы должны вывести, да, вот у вас какой-то период времени у вас на это уйдёт, потому что статистика будет улучшаться с каждым днём, время будет сокращаться на те же самые действия. Вы должны вывести время, сколько вам нужно сделать действий, чтобы получить одну регистрацию, и сколько у вас на это уйдёт времени. Хорошо? Всем понятно, для чего это нужно? Ага. Вот это очень важно, потому что, когда я вас потом спрошу, или ваш менеджер, сколько у тебя сегодня регистрации? Вы говорите, ни одной. А сколько ты работала? Я весь день просидела. А что ты делала? Я и рассылку, я и то. Нет, скажи конкретно, сколько ты сделала рассылок? Сколько человек ты добавила в друзья? Сколько у тебя за это время ты сделала? А что ты ещё делала в это время? То есть вы должны научиться ценить своё время. Договорились? Это очень важно, потому что я всех спрашиваю. У нас ребята сразу, да, знают, если я звоню, то надо будет ответить на вопрос, сколько у тебя уходит времени на то, чтобы сделать тысячу рассылок. Да, потому что я знаю, что если это сделать, то регистрация будет. Если ты просто целый день просидела, пялилась в разные ролики, фотки смотрела, какие-то там танцы, голос, песни, пляски, это не работа. Мне нужно конкретно знать, сколько ты тратишь времени на то, чтобы получить вот этот результат. Вы создадите блок и форму. Ребят, но это не значит, что их надо прям везде пихать, да, в каждую, как говорится, дыру. Нет, оно должно у вас быть для чего. Вот этот блок, который вы сделаете, он нужен для того, что если человек скажет, слушай, у меня нет скайпа, мне неудобно, я стесняюсь, я хочу для начала просто понять, что вы предлагаете. Вы этому человеку даете свой блок и говорите, окей, читай, вникай, жду от тебя вопросов. Вот, форма. Ее можно давать как на блоге, просто блок скинули, и вы говорите, там же есть форма, ты можешь ее сразу запомнить. Если человек не просит дополнительной информации, то есть он говорит, окей, презентацию посмотрел, поговорил, все супер. Не надо скидывать в блок, чтобы человек еще грузить, пока он его прочитает, еще уйдет два дня. Не надо, дайте отдельно только ссылку на форму. Пусть он ее заполнит, не отвлекаясь, потому что человек может запутаться или сказать, ой, как много читать, я тогда завтра прочитаю, послезавтра заполню форму, а после-послезавтра он уже про вас забыл, или его уже кто-то зарегистрировал, потому что вы не единственная, да, мы не единственная команда, которая активно работает в интернете. Поэтому надо все делать быстро, своевременно. Понятно? Ставьте пятерочки себе сами, молодцы. Осталось у нас буквально на три минутки. Готовы? Ответить на вопрос себе, кто хочет за шесть месяцев или за полгода стать директором, чтобы зарабатывать уже от 30 тысяч в месяц. Кто действительно этого хочет? Жду от вас обратной связи. Кому это нужно? Нетушки, давайте, Олечка, каждый сам за себя. Может, и не все. У нас есть люди, которые говорят, мне достаточно пять тысяч в месяц. Пока. Пока. Потом может быть больше. Так, одна Оля хочет. Ребят, еще раз внимательно вопрос прочитали и ответили на него, хотите вы такой результат или нет. Вы знаете, вот это реально сделать при условии, что вы работаете каждый день, что вы не прерываетесь. То есть у вас нет такого, что вы сегодня не можете, потому что вам нужно в поликлинику или туда, или сюда. Вы, если договорились с нами, что вы идете работать и выделяете от двух часов в день на эту работу, то будьте добры, вот эти два часа посвятите работе, именно работе. Что нужно сделать, чтобы эффективно и быстро выйти на хороший доход? Вам нужно просто начать работать со знакомыми. Я знаю, что сейчас многие из вас скажут, я это слышу каждый день. Кто-то скажет, о, круто, и мне как раз есть кого-то позвать. Я как раз подумала о своей тете, или о, у меня есть такая классная подружка, вот я ее сразу, прям сразу думаю, ее позову. Кто-то скажет, о, нет, только незнакомые, я им вообще не хочу, чтобы они знали. Не дай бог, да, они начнут на мной смеяться и осуждать и так далее. То есть, да, будут два фронта. Часть из вас будет за то, чтобы сразу это делать, часть из вас сделают это позже. Ребят, это не хорошо, это неплохо. Это ваш выбор. Помните просто, что каждый день кто-то действует, каждый день кто-то, когда приглашает ваших родственников, ваших знакомых, ваших одногруппников, одноклассников, бывших коллег, мамочек с вашего двора и так далее. Понятно? Если не вы, то значит кто-то другой их позовет. И поверьте мне, что будет очень обидно, как у меня была ситуация. Я один раз прихожу в сервисный центр за заказом и вижу мне навстречу идет девушка с огромной коробкой, она ее еле тащит. И кто бы вы думали, эта девушка? Это моя двоюродная сестра Людмила Маштакова. Я была в шоке. Я как дура ей говорю, Люда, что ты здесь делаешь? Она говорит, что, что, заказ получаю, подвинься, коробка тяжелая. Я говорю, а как ты здесь вообще? А почему ты ко мне не пошла? Она мне говорит, а ты меня не звала? Она была абсолютно права. Я действительно ее не звала. Я подумала, что она же знает, что я, Мари Флейм, она если что, сама попросится. Она мне говорит, а ты меня не звала? Для меня это было очень серьезным, знаете, как подарком судьбы. С тех пор я зову всех, всех абсолютно. Для меня это был серьезный урок, который я правильно интерпретировала. Я не обиделась, конечно. Я расстроилась, огорчилась, но я поняла, что это только моя ошибка. С тех пор я зову всех. И не один раз я повторяю свое предложение многократно, потому что есть люди, которые услышат нас только на седьмой раз или на десятый. Как вот я вам про Настю рассказывала сегодня, что три года, три года я ее уговариваю и так, и сяк, и наперекосяк. Я вижу в ней большой потенциал. Но она мне все время говорит, нет, нет, я не смогу, я не готова, я не хочу, это не мое. Любые отмазки. Я не отступала никогда, я всегда, всегда при каждом удобном случае звала ее к нам в команду. Я всегда ей рассказывала, что у нас происходит, куда мы ездим, да, она видит наши фотографии. Я постоянно работаю над тем, чтобы мои знакомые никогда не могли такое сказать, что я их не звала. Понятно? Что нужно сделать по-правильному? Написать список, полный список знакомых, полный, не решая, кому подойдет, кому нет, мы не боги. Составить такую табличку, то есть, да, всех написать с контактами, где найти и так далее. Если нет телефона, например, вы смотрите, там, Иванов, продавец, вы не знаете его телефон, но вы пишете, что он есть и где он, рабы, продавец, например, там, там-то, там-то, всё. Потому что вы всё равно как-то этих людей найдёте. Вы их начнёте искать по соцсетям, добавлять. Для этого вам нужно много-много страничек везде, во всех соцсетях. Вы их начнёте добавлять, да, писать им комплименты, утепляться, вот. И чего нельзя делать сразу? Первое, да, нельзя сразу человеку найти его где-то, там, или позвонить, и, там, без утепления, то есть, если вы много-много лет не общались, а сразу его позвать в бизнес. То есть, первый шаг – утеплиться. Напишите себе. Хорошо, Катюш, всё равно продолжай напоминать о себе. Далее. Не пытайтесь рассказать всё сами. Нельзя. Просто запрещено. Почитайте любую книгу вашим знакомым о бизнесе должен рассказывать спонсор. Следующая ошибка, что вы не приглашаете на встречу к спонсору или на презентацию, да, и, ну, правильно, сразу начинаете предлагать работу. Найдите своих знакомых из списка в соцсетях, напишите им комплимент, поставьте лайки на фотки, посетуйте, что давно не общались, расспросите, как жизнь, как детки, как работа, как муж любимый, да, там, импровизируйте, общайтесь искренне, натурально, и ваша страничка должна быть интересной. Если вы всё сделали правильно, у вас там есть дневник успеха, классная лента, друзья, вы постоянно выкладываете фотки, что у вас движуха в жизни, она по-любому у вас происходит, по мере того, как вы будете подниматься по карьерной лестнице, этой движухи будет больше, ваши знакомые или сами спросят, чем вы занимаетесь, или в какой-то момент поставят вам плюсики, или вы там в процессе разговора, если он начнёт говорить, ой, как всё плохо, денег не хватает, работа, ужас, вы ему просто сами предложите работу. Понятно, да? Вот. И как правильно, значит, приглашаем на ноль информации и говорим вот эти три строчки. Давайте с вами прям порепетируем. Читайте вслух. Привет, у тебя есть минутка? Я по делу звоню или пишу. Я обычно звоню. Проговорили? Легко? Пошло? Привет, у тебя есть минутка там? Привет, Маша, у тебя есть минутка? Я по делу звоню прям быстро-быстро. Маша говорит, да. Если она говорит нет, вы просто говорите, окей, когда тебе перезвонить. И всё. Следующий вопрос. Скажи, тебе интересен дополнительный доход? Деньги нужны? Запишите, прям проговорите. Маша, скажи, тебе интересен дополнительный доход? Нужны деньги? Это нужно говорить именно с выражением, с уверенностью, а не так, что ой, ну я тебя хотела спросить, но я даже не знаю, тебе, может, деньги нужны, дополнительный доход, там, подработка? Нет, надо говорить уверенно, классно вообще так. Человек говорит, да, что нужно делать, тра-та-ты-ты, то есть начинает вас выпытывать, вы говорите чётко. Маша, отлично, моя хорошая знакомая, предприниматель набирает людей, она попросила меня порекомендовать кого-то из своих, она сама тебе позвонит, скажет, что от меня, всё тебе расскажет, если ты ей подойдёшь, то, может быть, это вы должны сказать очень увесисто, может быть, возьмёт. Понятно? Жди звонка и пока кладёте трубку. Если вы знаете, что у человека какая-то там ситуация, дети, там, тра-та-ты-ты, вы говорите, когда тебе нельзя звонить там, в какое время тебе удобно разговаривать? Всё. Следующее ваше действие. Вы своему менеджеру скидываете телефон, пишете, Маша, ждёт звонка, стальки-то до стальки-то, всё, больше вы ничего не делаете. Не, ну, там можно ещё выяснить, где ей удобно, в Вайбере, в WhatsApp, но у нас в основном у всех менеджеров подключена безлимитка, мы звоним на сотовый, чтобы, да, человека не заморачиваться, потому что, ну, может, нет Вайбера, в WhatsApp, иногда там связь прерывается. Этот звонок занимает примерно 5, максимум 10 минут. Поэтому, и если, да, вы каждому, ну, каждый своему менеджеру накидает по нескольку человек потолок, ребят, это нормально, не стесняйтесь, но у вас пойдёт офигенный поток регистрации. Кто проговорил, вот как вы чувствуете, сможете вы эту фразу сказать? Привет, Маша, здесь минутка, я по делу звоню. Да, скажите, тебе интересен дополнительный доход? Деньги нужны? Да. Что нужно делать? Говорит, рассказывай, а вы говорите, отлично, Маша, моя хорошая знакомая, предприниматель, набирает людей, просила меня кого-то из своих порекомендовать. Она сама тебе позвонит, куда тебе, кстати, удобнее, в Вайбер, в WhatsApp, может, и в Скайпе есть, нету? Окей, на телефон. Всё расскажет, если ты ей подойдёшь, то, может быть, возьмёт, жди звонка. Ребят, отступать от фразы нельзя, её нужно просто читать, её не надо учить наизусть. У вас просто, вы сейчас должны сделать скрин вот этого слайда и просто писать, просто писать вот эти вот сообщения, просто читать вот этот вот текст. И вы не представляете, как у вас всё попрёт в бизнесе, какой у вас пойдёт поток регистраций. Катюш, ну ты меня прям это, радуешь. Когда можно начать, скажи, можно? Сегодня, как раз понедельник, берём. Главное, вы должны быть позитивными, независимо от того, что скажут вам знакомые. Обязательно поблагодарите за возможность познакомиться с новым направлением в бизнесе, попросите рекомендации и всё. Скидываю уже форму. Вот. Всё, ребятки. Вот такой у нас сегодня семинар с вами интенсивный, достаточно долго я говорила, даже не ожидала, что так много времени займёт. Скажите, пожалуйста, напишите обратную связь, что для вас сегодня было особенно полезно, может быть, новость какая-то, вы чего-то не знали раньше, да, вот прям только увидели. Пишите в чате. Ну, вот это всё, наш последний слайд. Пишите обратную связь. Всё было полезно. Отлично. Что будете применять? Граммофон, инкогнито, лента. Отлично. Катя, я тоже так часто провожу. Я наговариваю текст, а они мне пишут. Всё будете применять. Окей. Я вас благодарю за внимание. Желаю всем успехов, мощного карьерного роста. Ребята, девочки, да, верьте в себя, верьте, что бизнес очень простой. И тут любой человек, независимо ни от образования, ни от внешности, абсолютно любой может быть успешным. Я вам желаю всем удивить себя, даже да, новыми результатами, всех своих близких, чтобы они пошли потом в вашу команду, даже если вначале не поддержат и, может быть, откажутся. До новых встреч. Сегодня в 14 часов у нас будет презентация в этой же комнате. Приходите с гостями, с новичками, учитесь, да, проводить презентации. До встречи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok